Я хочу рассказать про систему, которую мы всей командой оптимизировали. Изначально казалось, что все будет легко и просто, что мы сейчас так все возьмем и сделаем. Но в ходе задачи оказалось, что это не совсем так. Тем не менее, задачу мы решили и, собственно, даже успешно. Я хочу сказать пару слов, собственно, о том, что мы делали, какая-то система была и что там происходило. Это достаточно большая система, и мы имели с той частью, которая отвечала за доставку сообщений. Мы работали с той частью, которая называется портал. К порталу подключаются другие системы, которые здесь названы клиентами. И, собственно, требуется реализовать обмен сообщениями. Мы работали, собственно, с частью, которая отвечает за доставку сообщений из портала на клиенты. В обратную сторону, в общем-то, проблем таких больших не было. Их тоже оптимизировали, но это была уже другая задача, нам попроще. Ну вот, собственно, ключевая проблема была с доставкой сообщений из портала к клиентам. Все системы имеют, это совершенно, скажем так, с точки зрения девелопмента совершенно разные системы. Да, они взаимодействуют, но это как бы разные команды, разный цикл разработки и все остальное. Эти сообщения, которые, собственно, доставки, о которых идет речь, они являются весьма важными для системы. Время доставки имеет также значение. И, кроме, ну, очевидное требование, что в таких системах порядок сообщений надо сохранять. Ну, наверное, я думаю, что все когда-либо писали что-то совсем-совсем простое, чтобы не разбираться с чем-то новым. И вот давайте сделаем как проще. Ну, например, а почему бы не реализовать очередь на MS SQL? Я скажу, что это вообще всегда плохо, но вот когда принимаются подобные решения, ну, надо помнить про их ограничения. Собственно, вот нам досталась система, которая была реализована именно по такому принципу. То есть очередь на MS SQL – это просто таблица и специальное приложение, которое запускается раз в 10 секунд и доставляет ровно одно сообщение на сторону клиента. Ну, очевидно, что общая производительность при этом получается 360 сообщений в час. Ну, и почему-то полностью игнорировались сбои, наверное, ввиду вот редкости этого события. Достаточно долгое время нагрузка была в районе 100-200 сообщений в час. То есть даже такая вот, казалось бы, простая, примитивная и там неправильная система, она значительное время работала себе, и никто, в общем-то, не жаловался на это, в общем-то, как-то внимание не заострялось. Вот она себе так работала и работала. Работала пока в один прекрасный момент. В общем-то, бизнес понял, что система доставки этих самых сообщений – это как бы ключевая фича. Вот, и когда вдруг ваша ключевая фича вдруг почему-то недоиспользуется, то это как бы повод промотивировать кого-то, клиентов, всех, что, ну вот у нас есть такая прекрасная система, давайте ее использовать. То есть эту фичу стали продвигать достаточно активно. Слава богу, это было не так, чтобы вообще активно. Тем не менее, когда вдруг оказалось, что клиенты, способные генерировать больше 700 сообщений в час, что, в общем-то, вроде как и немного, но, учитывая ограничения в 360, мы вдруг получили задержки в доставке сообщений в несколько дней. А напоминаю, что время доставки имеет очень большое значение. Соответственно, бизнес был не слишком счастлив получить такое. И, кроме того, ну для такой системы это достаточно большая нагрузка. И когда сообщения стали отправляться регулярно, вдруг выяснилось, что они могут и теряться, и это как бы, ну не прибавило всем оптимизма. Соответственно, мы получили в разработку Epic. Требование изначально звучало примерно как сделайте нам, чтобы все работало быстро и хорошо. И потом мы начали как бы пытаться понять, что такое быстро и хорошо. И вот пришли к таким вот относительно простым пунктам. То есть у нас было ожидание, что если перформанс будет примерно хотя бы 5-10 тысяч сообщений в час, то, ну, в общем-то, это скорее удовлетворит бизнес. Дальше, в случае, если вдруг сообщение было недоставлено, то мы должны отправить человеку, который послал это сообщение, ну, уведомление, что вот было недоставлено. Кроме того, если мы вдруг почему-то не можем доставить наше сообщение слишком уж долго, то мы должны считать такое сообщение потерянным. То есть если сообщение не было доставлено за какое-то разумное время, то дальше доставлять его смысла уже мало. Кроме того, к тому моменту RabbitMQ и MassTransit, в общем-то, были приняты как company-wide стандарт. То есть, собственно, у нас деваться было некуда. Ну, глядя на эти требования, видно, что второе, третье — это, в общем-то, функциональные требования, четвертое — это вот просто ограничения, а первое — это, собственно, нефункциональные требования, которые, ну вот, скажем так, являются важным, нефункциональным требованием, с которым нам, ну, в общем-то, придется поработать. Понятное дело, что вот реализация функциональных требований, она там не требует чего-то там такого специального, то есть это простая логика, мы ее просто реализовали. Вот. Изначально оптимизация производительности, ну, тоже выглядела, ну, сейчас все будет просто. Мы переписываем существующий код на использование масс-транзита и потом просто включаем параллелизм и начинаем там получать какую-то совершенно фантастическую производительность, и все будет хорошо. Ну, в общем-то, первый шаг, он примерно так и пошел. То есть мы реализовали отправку сообщений как консюмер для масс-транзита в один поток, естественно, все это изначально делалось без особых каких-либо проблем. Потом мы, в общем-то, планировали это все дело улучшить. Но перед тем, как переходить в многопоточность, мы, естественно, как бы улучшили производительность за счет снижения обращений нашего приложения в базу, сохранение статусов мы тоже реализовали как отдельный поток без там специальных возвратов. То есть мы как бы оптимизировали однопоточное приложение. Здесь было все очевидно, просто, ну, не то чтобы просто, но по крайней мере понятно. И, соответственно, следующий шаг, нам надо включить многопоточность и подобрать оптимальное количество потоков. При этом мы помним о том, что сообщения должны, естественно, доставляться ровно в том же порядке, как они писались авторам. Для этого, к счастью, масс-транзит имеет out-of-the-box фичу. То есть мы используем партишнер, и у него для его настройки есть такой параметр, как контекст. Соответственно, в этом случае RabbitMQ берет одно, не более как одно сообщение для какого-то, одного и того же контекста. То есть такая своеобразная блокировка. Вот. Собственно, вот собрали, подключили, ну и думаем, сейчас все заведется. Ну, мы, естественно, поставили два потока, все заработало в два раза быстрее. Поставили четыре потока, ну и еще там чуть быстрее стало. Ставим 16, и тут получается, что все хорошо, но производительность дальше не растет. Загрузки никакой мы не видим, производительность не растет, все стоит. То есть сколько бы там ни ставили, у нас общий прирост производительности, ну, в два-три раза приблизительно, и вот все. Никакого дальнейшего роста. Код при этом, ну, как бы в лучших традициях, а синк-авейт, как бы, то есть, ой, прошу прощения, никаких проблем мы не видим, но производительность вот не растет и все. Значит, очевидное решение, что код надо как-то профилировать, искать боттлнеки и все такое прочее. Изначально мы нашли некий пакет, который называется mini-профайлер. Эта штука позволяет профилировать код. Вот, то есть, она встраивается как nugget-пакет, относительно просто интегрируется в код, и потом можно посмотреть, где, что, как тратилось, на что время. Однако нам этот пакет мало что дал, то есть мы видим, что система не использует процессор, все классно, все хорошо, но производительности нет. Тогда мы написали свое, действительно, простое решение, которое просто трекало таймстэмпы в разных точках и делало это, ну, скажем так, с наименьшим влиянием на производительность системы. То есть мы сохраняли все в память, а потом время от времени выгружали это в файл уже синхронно, то есть чтобы не влиять на общую производительность. И вот, в общем-то, мы обнаружили, что, в общем-то, наш клиент, он хороший, но он, похоже, просто однопоточный. А удвоение производительности мы получили просто лишь за счет того, что одновременно выполняются две операции. Скажем так, извлечение и подготовка данных на нашей стороне и сохранение их клиентам. То есть когда работают два потока, грубо говоря, каждый поток половину времени тратит на подготовку данных на нашей стороне, половину времени клиент эти данные сохраняет у себя. И потом эти потоки меняются местами. То есть получаем вот такую практически стопроцентную загруженность. И как видно, что максимальная производительность, которую мы можем получить, где-то 4-8 тысяч сообщений в час. Ну, вроде бы как и немало, но, с другой стороны, и немного. И как бы нету вообще никакой, не видно какой-то возможности роста этого числа. Кроме того, есть такой немаленький шанс просто завалить клиента, ну, как бы завалив его запросами. Вот. Поэтому данное решение, в общем-то, выглядело нехорошо, и мы пошли дальше. Следующий шаг был достаточно простой. То есть мы в качестве контекста в партишнере использовали уже не thread ID, а клиент ID. То есть мы как бы теперь распараллеливаем отправку сообщений не на уровне потоков сообщений, а на уровне клиентов. Соответственно, нам теперь для тестирования уже требуется несколько клиентов одновременно. Мы тратим некоторое время, чтобы поднять это все, что нам требуется на Key Environment, переписать наши тест-кейсы и все такое. Вот. Значит, мы смогли поднять, в общем-то, протестировать среду, в которой было три клиента разных типов. Один был относительно медленный, два были побыстрее. И таким образом мы смогли получить, в общем-то, требуемую производительность, а это около 10 тысяч сообщений, прошу прощения, не в секунду, а в час. И мы видели, что это уже ограничение, собственно, среды, а не нашего продукта. То есть мы смогли идентифицировать проблему, вот, и как бы решить ее на своей стороне. То есть дальнейшая разработка теперь должна, ну, в общем-то, мы это идентифицировали, смогли показать бизнесу, что, в общем-то, уже от портала мало что зависит. И если требуется быстрее, то это уже явно к разработчикам кода клиента. Что касается нашего продакшена, то там более тысячи клиентов таких, однако общая производительность при этом может возрасти не в тысячу раз, как на Q-Environment. Дело все в том, что разные клиенты имеют разные размеры, и наибольший клиент содержит в себе около 5% всех пользователей. Поэтому мы ожидаем, ну, примерно 20-кратное увеличение производительности по отношению к одному потоку. То есть мы ожидаем производительности общей где-то 20-40 тысяч сообщений в час. Вот. Этот код, в общем-то, был, ушел в продакшен, скажем так, в бизнес, остался, ну, очень доволен. В общем-то, как бы проблема была решена. Я бы еще хотел немножко остановиться на том, как, собственно, мы мерили перформанс и какие тулзы при этом использовали. Я хочу обратить внимание, что производительность — это не просто одна цифра. Мы, когда мерили производительность, мы получили очень разные цифры. И поэтому нам достаточно просто было померить там два времени и все тут. Нам потребовалось, вообще говоря, иметь некую статистику определенную. Для этого количество экспериментов должно быть большим. И нам нужна была, соответственно, математика, которая позволила бы нам что-то с этим сделать. Ну, например, когда мы начинаем эксперимент, обычная система находится сразу после диплоя. С одной стороны она не прогрета, с другой стороны много свободной памяти. И когда начинается эксперимент, то, естественно, цифры немножко уплывают. Соответственно, нам, ну, как-то эти данные тоже требовалось отсекать голову и требовалось также отсекать хвост, потому что, ну, при работе в конце уже у нас идет отправка определенного количества сообщений, и некоторая система отправляет их чуть раньше. Соответственно, в хвосте у нас тоже производительность меняется за счет того, что не все системы работают. Вот. Конечно же, это можно было писать в код, но это как-то совсем не хотелось туда размещать, тем более, что, ну, вот эта часть там, ну, совершенно как-то не нужна. Поэтому нам, ну, нужны были какие-то тулсы. Вот. И, в общем-то, было решено полагаться на старый добрый Excel. Вот. В нашем случае это, ну, была такая своеобразная вот большая подмога. Вот тут, в общем-то, видно на примере, это вот реальные данные. У нас длительность операций менялась очень сильно. То есть даже вот в этом примере, это вот, ну, грубо говоря, первая там, первая часть выборки, у нас производительность может меняться, ну, вот тут почти вот, чуть ли не в 10 раз. Ну, не в 10, но если построить всю выборку, то там диапазон изменений больше 20 раз длительности выполнения одной и той же самой операции. Поэтому, в общем-то, видно, что статистика здесь важна. Поэтому мы сразу готовили логи не как-нибудь в текстовом формате, а в C-свое формате. Таким образом, мы открывали их в Excel и могли как-то обрабатывать вручную без каких-либо дополнительных трудозатрат. Дальше. Для того, чтобы удобно эти данные были обрабатывать, мы использовали подход так называемой факт-таблицы. То есть мы фиксировали каждое событие отдельной строчкой с приблизительно одинаковыми параметрами. То есть там какие-то идентификаторы, позволяющие выполнить связывание этих данных. Также мы фиксировали время начала, время окончания. На основании этого считали разницу. Здесь показана фильтровка по одному типу событий, но там событий было несколько типов. То есть мы могли очень легко взять и, например, обрезать голову и хвост, просто удалив ненужные данные. Или, используя фильтрацию, мы могли получить, например, общее время по каждому событию. Далее. Excel имеет прекрасную возможность, которая называется сводная таблица, она же Pivot Tables, которая позволяет сразу же обобщить и получить всю нашу статистику, причем и среднее значение, и отклонение. И мы там были еще дополнительные данные, их сюда просто не приводил. Благодаря этому, в общем-то, мы, скажем так, могли обрабатывать наши данные даже быстрее, чем, ну, например, проводился сам эксперимент. То есть мы запускали на нашем QA-энвайроменте некие скрипты, которые выполняли все операции. Это, естественно, занимало какое-то время. И пока, скажем так, шел один эксперимент, данные второго эксперимента, в общем-то, мы уже успевали обработать. Опять-таки, Excel-штука очень удобная, и поэтому, когда, в общем-то, пришло время сказать клиенту, что мы сделали и как, то, в общем-то, оказалось, что все данные, которые интересуют клиента, у нас уже в Excel, в общем-то, есть. И все, что нам надо было сделать, это просто вот красиво их достаточно оформить, презентовать. И мы сразу получали и среднее значение, и наихудшее значение. В общем-то, скажем так, бизнес был удовлетворен, поскольку, в общем-то, с одной стороны и проблема решилась, и с другой стороны мы как бы сделали это красиво и помогли идентифицировать клиенту его дальнейшие действия, то есть нашему клиенту. То есть мы знаем, что проблема на стороне приложения клиента. Мы физически не можем отправлять больше сообщений, чем вот этот самый клиент может потреблять их, а он это делает в один поток. Мы видим, что увеличение количества клиентов увеличит общую прозвительность. С другой стороны, очень большой клиент может создать как бы затор в системе доставки сообщений, поскольку сообщения одному клиенту они могут просто забить всю очередь, если клиент очень большой. Мы дали корректную оценку вот всей этой производительности, возможностям, в общем-то, которые, ну, скажем так, убедили бизнес. И, собственно, хочу обратить внимание, что Excel дает очень такие широкие возможности обрабатывать данные, при этом вы фокусируетесь, ну, на результат, который вам нужно получить, а не думаете про тулзы, как мне посчитать это, как мне посчитать то или еще что-то такое. Спасибо за внимание. Вопросы, комментарии, предложения. Вопросы, где-то вопросов. Что вы сгодали еще какие-то альтернативы, кроме RabbitMQ и Мастранзит? Нет, это была треба, скажем так, в компании это было принято як стандарт, и мы не могли бы рассматривать любое, что иное. То есть это должны быть такие важные аргументы, чтобы сделать что-то другое. И в этом вопросе, скажем так, масс-транзит и РабиТМК не были бутылнеком, поэтому у нас не было право расследовать что-то другое. То есть если бы мы получили какие-то проблемы с этими додатками, то тогда, да, мы могли бы инициировать какие-то изменения для этого. Но это было достаточно тяжело, потому что эти два пакета уже использовались в других подсистемах компании, и использовать что-то другое было бы, мабуть, не очень ценно. Спасибо. Еще таки вопрос по РабиТМК, вы использовали какие-то додатковые налаштувания, какие-то кастомные, возможно, налаштувания, или просто out-of-box было все? Ну, скажем так, DevOps-частина не входила до нашей работы, то есть мы уже мали РабиТМК налаштованный, и он уже использовался другими, дещо схожими задачами для выполнения других операций с доставкой чего-то подобного. Поэтому мы не оптимизировали работу. Больше того, я наголошую, что в нашем случае мы не мали боттлнек на стороне РабиТМК. В нас наша главная проблема виявилась на стороне отримача данных. То есть это другая система, которую мы не контролируем. И, власне, проблема виявилася в том, что не нужно обработать там деколька тысяч запитов в секунду, а скорее, как организовать правильно доставку и как спробовать найти усы возможные механизмы, чтобы улучшить скорость доставления даже в существующей инфраструктуре. Я так понимаю, у вас была одна черга на всех клиентов в РабиТМК, или у вас была одна черга на пер-клайнд? Мы рассматривали обеих возможностей, и мы остановились на одной загальной черте. Почему так? Потому что, скажем так, інший вариант також, звичайно, можливий, но пока что у цьому нема загальної проблеми, и такий перехід может, ну, дещо помякшить проблему, когда один большой клиент создает проблему, но, скажем так, это происходит, скажем так, очень не скоро. Ну, просто в таком случае вам бы, как бы сказать, было бы неважливо, какой там клиент, насколько он быстро сможет обработать. То есть вы создаете чергу на клиента, меседжи туда идут, и все, и там клиент, звичайно, его перформансу потихоньку подтягивает эти меседжи. Так, но все равно это ситуация, когда нужна какая-то реакция, потому что, даже если один клиент перевантажен, это означает, что система вообще работает плохо. То есть это, скорее всего, реакция, ну, скажем так, сейчас должна быть реакция бизнеса на додаток клиента, и его нужно что-то там изменять. То есть мы або можем перейти на партиціонирование за потоками поведомлений, как это мы делали на другом шаге, и чтобы клиент в змозе был отримать их параллельно, чтобы, ну, таки, увеличить перформанс, ну, або как-то это пришлищить на своем боце, ну, мы уже просто, ну, не можем ничего сделать, когда оно работает в один потек. Понятно. Спасибо. 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 Спасибо.